Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. Нет, в данном видео мы не продолжим с вами, в общем-то, тему высказываний, которые исходили из уст различных экспертов, которые являлись представителями различных стран мира. Мы также не поговорим в данном видео о статьях, которые вышли за последнее время в различных медиа-структурах-СМИ, принадлежащих различным, опять-таки повторюсь, странам мира. Нет, речь пойдёт о другом. Мы вынуждены с вами вернуться к такой крайне, я бы сказал, мерзопакостной теме, как кидалы. Да, дорогие друзья, мы снова возвращаемся к теме, которую я озвучивал более широко, это армянский беспредел. Только в данном случае армянский беспредел, который творится не на территории различных государств, а он исходит из Армении, где некие армяне, проживающие в Армении, зарабатывают деньги, кидая облапошивая, называйте как угодно, граждан России, Казахстана и других стран постсоветского, в частности, пространства, граждане которых имеют интерес касательно закупки автомобилей в Армении. Да, есть такой аспект, есть такой момент, что Армения зарабатывает достаточно немалые деньги на продажи автомобилей, так как в Армении эти автомобили зачастую стоят дешевле, при этом в разы. И, как вы понимаете, несмотря на глобальные, громадные риски купить конструктор, то есть машину, собранную кустарным образом, люди, видя цену, рискуя собственными, даже отчасти жизнями, готовы купить эту машину, тем более она вроде бы бывает новая. Люди покупают, во всяком случае они так думают, что покупают. На самом деле у них просто изымают деньги. В том видео, о котором пойдет речь, описаны двое таких представителей армянского гражданства, назовем так, которые осуществляют кидалово, россиян и граждан других республик на постсоветском пространстве. Слава Богу, что это не касается Азербайджана. Не так ли? Мы закупаем, если нам необходимы, машины в Грузии, а цены в Грузии, да, возможно, чуточку дороже, но там больше, стабильнее гарантии, чего не наблюдается в Армении. Вы вдумайтесь, насколько надо упасть низко, чтобы, это крайне важно, зная, что и так Россия не хочет видеть на своей территории незаконно оформленные тире купленные автомобили из Армении еще подливать масло в огонь, создавая дополнительные трудности. В частности, убирая доверие к себе со стороны граждан постсоветских республик. Насколько же надо ненавидеть собственное же государство, чтобы создавать для своего государства дополнительные проблемы. Насколько надо ненавидеть граждан тех стран, которые кормят вас, чтобы обманывать, обкрадывать этих людей. Вы думаете, я преувеличиваю, но те из вас, кто давно следят за моей работой в информационном поле, прекрасно осведомлены, что я чаще всего преуменьшаю, стараюсь сглаживать определенные углы. Поэтому давайте с вами без лишних слов послушаем те видеосвидетельства данных черных схем, которые осуществляют двое граждан Армении. Как вы понимаете, это не только двое. У них есть еще и сотрудники, помогающие. И это только двое. Ведь таких кидал, скорее всего, намного больше. А теперь приступаем. теперь поговорим о кидалах, у которых в последнем сейчас сделаю погромче. ко мне обратились несколько обманутых людей из Казахстана и России с просьбой как-то помочь. Их истории слушаются просто как кино, за одним исключением. Все это реальность. Саргиз реально продавал машины в Армении, реально собрал чат в WhatsApp на 216 казахов. Все было хорошо. Я на ней прокатился, ощущения такие, как будто машину только с салона взял, катаешься. Вообще это мягко. Обманывал казахов. 216 человек. Без каких-либо посторонних шумов слегка на газ давишь, летит машина. Братан! Они, короче, взяли три машины и ночью отправили, а эту говорят сегодня отправим. придуркам сказал жене отправляйте короче пускай стоят вместе четыре машины отправим они взяли отправили те три. Этот грузин взял это загрузил баллон. Я сказал миллион раз сказал сними 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 Обратите внимание как относится к представителям другого народа грузинского. Да он сниму брат. Что-то не снимал. Ладно скажу по пути пускай снимут хотя бы. А что ты не переживай тебе машина нужна или фото видео подожди машины приедут ну я скажу что по дороге снял. Но он такой толком по-русски не разговаривает. мы мы грузинских этих автолог отправляем. А потом забрал деньги удалил всех из чата и забыл отправить машины автовладельцам. Только один из участников чата попал на 10 машин. Только представьте сколько они стоят. А что говорить об остальных. Второй товарищ поклонник Мавроди Грач не так масштабно работает. Ну по крайней мере Голстян Грач ко мне обратился мой земляк Кеннадий и рассказал свою историю. Ну в общем история такова. В 19 году съездил в Армению купил автомобиль помог мне этот Грач прекрасно помог ничего не скажу мы с ним созвонились встретились расселил там показал ну не домой у него гостиница в которой он и сам жил как-то я не знаю почему и он расселял то есть я был нас было человек шесть там из Казахстана ребята были там Москва Оренбург много людей было вот ездили выбирали смотрели да там много времени потратили на это ну так получилось нашли машину и немножко не хватало денег и гранч даже свои деньги как бы за меня положил вот что ему сказал я приеду домой я тебе верну он мне говорит у меня уже человек десять таких есть возвращателей да ну и естественно я верну для меня как бы я не знаю у меня такая натура что мужик сказал мужик сделал ну это собственно как говорится должно быть крыло у мужика он решил купить вторую для перевозки по работе грубо говоря вот созвонили с ним все да он говорит ну сейчас тяжело с отправкой но я могу отправить на этом самом причем у него youtube канал да в котором на котором показывали ну было видео где ребята в данный момент то есть вот мы допустим там в феврале начали общаться у него за неделю до этого вышло видео как ребята самары кстати приезжали блогеры вот и они у него были как раз в этот момент из Чечни один был из Казахстана кто-то был то есть он занимался этим профессионально да скажем так вот и я ему говорю давай я подумаю пока он подыскал там фотки скидывал общались все ну в итоге я ему отправляю деньги он покупает машину договаривается 4,5 тысячи 4,5 тысячи долларов и что-то там тоже кстати не хватало я говорю давай ну то есть он готов был отправить он говорит у меня есть деньги я ну как бы кину за тебя мы с ним нормально общались то есть там понятно не закатичные друзья но достаточно хорошо общались вот ну потом он начал пропадать ну такие армянские пропадания у них это нормально вот и неделя да ну две там неделю пропадал потом выходил на связи я там уезжал то я ему отправил паспорт он сказал я тебе тексты пришли то что от нотариуса сделать чтобы оформить ее оригинал паспорта заграничного да я ему оригинал заграничного отправил ну только только так это делается я рассматривал вариант покупки машины булайка но на тот момент скажу честно мне просто не хватало денег чтобы купить машину булайка ну никто не скрывает что у него немножко дороже машина но зато это стопроцентный вариант у меня товарищ через него сделал себе номера то есть вопросов никаких не возникает вот он мне посоветовал снять видео я снял видео деньги я ему отправил есть квитанция на его имя отправил до этого отправил ему 50 долларов чтобы заплатить налог за ту машину старую вот и через время он мне написал что давай паспорт ну на тебя буду оформлять загранпаспорт ну как это делают сейчас в Армении многие вот отправил ему паспорт и пропал человек вот значит после видео начались шорохи написал и один другой друзья товарищи в общем в итоге меня включили в группу у него есть группа ватсапи грач-блогер и где в ней ну они там занимались запчастями то есть в период пандемии очень много гоняли там какие-то части машин крыло ну то есть запчасти вот он много помогал я уже с этими людьми позже когда пообщался понял что действительно люди с ним ну вели нормальные дела и он ну вёл нормальные дела то есть человек не писал что умереть слушай да я ему закидываю деньги говорю мне пришли кофе ну то есть продукт ну там есть что дешевле ну вот и без проблем да никаких вопросов меня в этой группе меня включили в эту группу но почему-то грач из него удалился вот ну в итоге он вышел на меня мы созвонились все у него там действительно были проблемы там мама болеет тёща мама болеет там в Армении тёща болеет здесь в России ну я всё понимаю ну месяц ну два у меня было горе когда у меня родители ушли я знаю что это такое и прикрываться как мне сказала жена золотую фразу очень плохо когда мужик прикрывается родителям ну что бы ни происходило но ты должен оставаться мужиком ну это не знаю вот как говорится моё такое мнение но несут вот в итоге я ему говорю грач мне когда не нужна машина мне надоело то что ты мне мозги делаешь верни мне деньги а он когда купил машину как он мне сказал был с ним ещё один человек то ли с Чечни то ли с Дагестана который видел эту машину он говорит давай я ему или продам брат без проблем сейчас я человеку связан вечером он сказал вечером мне позвонить брат вот на это слово вы знаете многие действительно попадались видимо в России думая что за словом брат тоже надо отвечать это не касается армянства я не говорю про армянский народ я говорю про армянство как структуру потому что армяне и армянство мы сейчас уже видим эту границу когда некие армяне уже угрожают своим же армянам вот вам эта грань он хочет эту машину он эту машину видит в армяне а паспорт могу сейчас как он перечисляет деньги нет лучше он в России живет и в России лучше тебе даст потом ты что хочешь делай окей ты сейчас скажи паспорт кому отправить и все я говорю отличный вариант тем более он ее видел и щупал ну то есть он мне с уверенностью говорил что он ее продаст ему потому что тот сказал что она ему нравится он говорит ну это другому другу типа тебе найдет другую вот ну и опять пропадал не пропадал вот он сейчас еще секунду вот он продаст такую машину и тебе задаток вернее он дает ему задаток это тот покупатель это было где-то там конец июля наверное начало августа он мне отправляет задаток грач тебе переправил потом он приезжает к нему в Армению покупает ну уже он поставит на странице и он переправляет я ему предложил я говорю грач если человек видел машину если у него есть деньги давай я с ним созвоню чтобы не было этих переводов денег он в России и я в России он мне деньги отдает мы договорились он к тебе приехал все ну как бы нормально он мне перезвонил говорит он не хочет так он хочет на месте увидеть и со мной рассчитаться я говорю ну вопросов нет давай чем помочь в горах привет отправь спербанковскую карточку я в Сочи просто хочу отправить тебе деньги он старался на протяжении четырех месяцев отправить деньги ну так и не смог ну в каждой нормальности есть предел вот ну и после этого он еще раз перезвонил и говорит седьмого восьмого он мне давай этот пришли номер карты реквизиты куда пересылать деньги и еще кстати когда паспорт мы забирали паспорт через Айка забрали Айк помог передать там товарищ приехал к Айку у меня хорошо там друг живет хороший с которым мы общаемся и он через Айка он передал паспорт хотя бы паспорт как бы загранпаспорт это нужная вещь вот и загранпаспорт передал я забрал ему все хорошо но опять он пропал и вот я же говорю последний раз когда он мне звонил он сказал так седьмого восьмого сентября ко мне приезжает этот человек по-моему из Дагестана он переводит мне деньги и грубо говоря десятого числа максимум я тебе перевожу и он удалился со всех мессенджеров ну просто потерялась потерялся да потерялся давайте на этом остановимся что же дорогие друзья и таких схем много при этом армянство обманывает даже своих армян подставляет их ведь среди тех кто делал обращение в отношении закупки скорее всего были армяне которые не являлись тире не были связаны со своей так называемой исконной в кавычках родиной Армении интересно интересно тем более опять я повторюсь это делается на фоне ухудшение отношений между странами СНГ и Армении на фоне ужесточения завоза машин из Армении с армянскими номерами на территорию России тоже интересно я не буду дальше пускать данное видео и конечно же оставлю это видео в плейлисте на своем канале в котором как раз таки говорится о многочисленных фактов армянского беспредела правда в данном случае исходящего напрямую из Армении по грабежу россиян и не только вот этот самый плейлист армянский беспредел в России по всему миру обязательно посетите это интересно впрочем и остальные и плейлисты не менее интересны так как в каждом видео у меня многочисленные факты на этом все дорогие друзья я пожалуй закончу данное видео всем до свидания всем пока всегда ваш Сиидов Кямран до свидания до свидания